Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время Уона стая Иисус на месте равни, и народ ученик Его, и множество много людей, отся Иудеи, и Иерусалима, и по море Тирска, и Сидонска, и же приидоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущи от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасайтесь ему, яко сила тнегой исхаждаше и исцеляше вся, и той возветочи свои на ученики своя глаголуше. Блажение нищий духом, яко ваше из Царствия Божие. Блажение алчущие ныне, яко насытитесье. Блажение плачущие ныне, яко вас смеетесье. Блажение будете, и когда возненавидят вас человецы, и когда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь и в тот день, и взыграйте. Себа мзда ваша много на небеси. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 2 февраля, и сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 6, 17 по 23 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Стал Иисус на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из сей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свен учеников Своих, говорил, «Блажены нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блажены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы слышим. Евангелист Лука, подобно Евангелисту Матфею, напоминает нам о тех бессмертных словах Нагорной проповеди, о том Слове Божьем, где открывается человеку путь, ведущий на небо. Открывается то, каким мы должны быть, как мы должны жить на земле, чтобы наследовать небо, чтобы наследовать жизнь вечную. И вот эта мысль о том, что человек создан для неба, для Царства Божия, и что там наша главная цель, она идёт такой красной нитью сквозь всё евангельское повествование. Человечество после грехопадения, перестав общаться с миром горним, по крайней мере, со светлыми представителями духовного мира, потому как бесы, будучи падшими ангелами, и после нашего грехопадения, ставшие более близки нам по какому-то своему духовному строению, они, конечно же, всегда вторгались, да и, в общем-то, можем сказать, и сейчас вторгаются в нашу жизнь своими предложениями греховными, со своими впечатлениями, со своими спецэффектами. Вот общение с Богом, общение с ангелами для людей стало практически невозможным. Человек пал, человек стал грубым, человек стал дебилым, человек стал телесным, и всё духовное, стремящееся к небу, в нас очень сильно ограничилось. И вот люди после этого, за все тысячелетия существования, привыкли к этому и стали искать счастье, благо, смысл жизни в пределах земли, в пределах тех десятков лет, которые мы можем как-то наблюдать в человеческой жизни. И вот Бог становится человеком, кроме всего прочего, для того, чтобы нам напомнить и показать в самом себе, что мы, люди здесь на земле, не постоянные жители. Как говорили святые отцы, человек находится в состоянии ссылки, да и в лучшем случае здесь мы гости, гости, пришедшие в этот мир, в общем-то, ненадолго. Задача наша — быть с Богом, быть в Царстве Его. И вот иудеям, как народу Бога избранному, очень важно было именно это в первую очередь донести. Вот сегодня мы видим, как Христос окружен огромным количеством людей. Здесь Евангелие слуха говорит, множество учеников, и его окружало его. И здесь имеется в виду не только те двенадцать ближайших апостолов, которым позже было доверено идти и нести те же самые слова в люди, а вообще люди, кто верил Христу, для кого его слово было словом правды, словом истины. Люди целыми семьями шли за Господом, оставляли свои дома, дела, заботы, шли за Ним. У каждого были свои вопросы, свои потребности. Да и сегодня мы в Евангелии об этом тоже слышим, что кто-то шел послушать Его. То есть это, как говорится, этих людей в сердце, которых искало истину, и в Слово Христа находили они это. Ибо слушали Его с усложнением. Кто-то стремился найти ответ еще на какие-то вопросы. Для кого-то очень необходимо было получить исцеление. Ицеление души своей, тела своего. Проведили больных, проведили бесноватых. И вот мы видим, апостол Лука здесь упоминает о таком, даже, скажем, пике народной веры. Люди настолько здесь были охвачены этим доверием ко Христу, что даже, как здесь написано, искали просто прикоснуться к Нему. Даже не было каких-то просьб, видимо, открытых. По крайней мере, множеству хватало вот такого, чтобы только подойти и коснуться, коснуться Христа. И тут же получить исцеление. Вот как написано евангелиста Луки, потому что от Него исходила сила, исцелила всех. Здесь апостол Лука еще нам указывает на божество Христа. Говорит, что именно Он является здесь источником вот этой благодати, вот этой божественной энергии, которая восстанавливает какое-то повреждение в человеке. И вот люди это чувство, люди верили, подходили по вере и свои получали. Но, как нам показывает Евангелие, не это было самое главное в тот момент. Потому что все это, опять же, касалось земной жизни. Да, ты вылечился от болезней своей, но это не освободило тебя от смерти. Это не освободило тебя от того разрыва с Богом, который лежит еще между людьми, между божеством. И вот дальше Господь обращается к людям со словом, словом, в котором есть как раз призыв на небо. Потому что те заповеди блаженства, которых, ну, вот евангелист Матфей, он более подробно написал, они как раз ведь ценностью, главной целью ставят небо. Потому что там как бы условия выполнения этих заповедей, это есть получение неба, получение царства Божия, это получение награды на небесах. Это то, что открывает нам дорогу туда. В этих словах нам показывается, каким мы должны быть, что должно быть в нас. И порой действительно человек, читая вот эти заповеди блаженства, думает, ну, как вот, пользуясь ими, жить в этой жизни. Ведь жизнь тогда может быть не такая радостная, не такая удобная, не такая комфортная. Да, вот, например, самое первое. Блаженны нищие духами, бывавшие из Царства Божия. Говорится о смирении, говорится о том, что человек, пока ты не поймешь, что сам по себе ты ноль. Ты Бога искать не начнешь. Так вот, для того, чтобы к Богу пойти, надо убедиться в собственной несостоятельности. Для человека, живущего земными принципами, это просто дико звучит, что как же так? Ведь самое главное, вроде в жизни это состояться, это самоутвердиться, всему остальному миру в конце концов доказать, что я это нечто. Ведь как без этого жить? А Господь говорит, нет. Что чем больше ты гордишься, тем меньше ты получаешь возможности быть с Богом. И все остальное, он говорит, как раз ведь, в общем-то, опять же вот об этом. То есть мир предлагает одно, а Господь говорит противоположное, что человек должен стать другим, чтобы освободиться от цепей этого мира. «Блаженны, алчащие, ныне бы насытитесь». В каком голоде здесь говорится? Не о том голоде наживы, богатства, удобства, комфорта, присыщения, которым болеет этот мир, а говорится о голоде по Богу, о голоде по святости, по праведности, по чистоте сердца, по тому духовному состоянию, которое в нас может быть. Вот этот человек, христианин, должен в себе воспитать и в этом жить. «Блаженны, плачущие, но не плачущие о грехах своих, о том, что, опять же, они не с Богом, не плачущие от обиды, не плачущие от раздражения какого-то, от бессильной злобы, как это часто бывает, а плачущие от того, что я еще пока не с ним, не с тем, кого любит мое сердце». И везде ведь, смотрите, Господь обещает, что насытитесь, вы смеетесь, да ваше будь из Царства Божия, все вы получите в Боге, то есть не бойтесь здесь чем-то пожертвовать, все вам возместится. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, отлучат, будут поносить, пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого, что для человека земного, опять же, может быть страшнее, чем то, когда его гонят, ругают, хулят, обзывают, лишают чего-то». А здесь Господь говорит, что вы не бойтесь этого, если вас за меня ругают, так вы радуетесь вообще этому, то, что это признак того, что вы мои, вы со мной, что вы уже живете не по законам греха, который царит в этом мире. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Вот такие в ангельские строки сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, главу 6-17 по 23 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!